доброе утро мои дорогие 13 декабря воскресенье мы в эстонии сейчас идем осматривать нарвский замок приехали мы сюда на автомобиле машину оставили в ивангороде а сюда просто перешли пешком добро пожаловать в нарвский музей так выглядит внутренняя часть замка честно говоря я не силен в истории надо читать но красивый тихо и ухоженно граница заняла у нас где-то минут наверно 10 на нашей стороне вообще без проблем на эстонской в общем то тоже единственно побольше очередь находимся с вами на берегу реки нарова на эстонском берегу на ваших экранах крепость города иван города а с левой стороны открывается вид на нарвский замок тихо очень сейчас узнаем платный вход не платный мы с вами поднимаемся на самый верх башни вот музей стоит 3 евро взрослого человека я так понимаю что мы поднялись на самый верх вот что видно через бойницы то есть можно обойти всю башню по периметру так выглядит река нарова со стороны города нарва сейчас я вам постараюсь показать внутренний двор башни крепости пришли мы вот по этому мосту пешком с нашей стороны без иван города ну а внутри башня представляет собой выставочный комплекс с музейными экспонатами довольно интересными кстати в башне очень тепло и когда при покупке билета вам говорят снять верхнюю одежду снимайте не замерзните внутренняя часть экспозиции вот деревянный галереи с этого променада я снимал то место откуда сейчас снимаю башню высоко забирались мы 13 или 14 этажей в башне такое впечатление что нарвская крепость продолжается нашей в ивангоры вот так довольно таки тихо выглядят улочки старой все очень тихо даже как не украшено вот так кстати выглядит государственная граница со стороны эстонии спокойненько так тихо домой идем возвращение наше на родину прошло успешно прошли обе границы тоже достаточно быстро сейчас идем в ивангородскую крепость внутри ивангородской крепости памятника вот 100 рублей все достаточно чисто но угрюмо забрались на стену такое монументальное сооружение очень высокие сами ступеньки по крепостной стене можно дойти вот до церкви но в целом конечно угрюмо и развалины как обычно на наших таких памятник средневековье только что вот мы были в нарвии там внутри каждой башни тепло свет проведен почему у нас этого не сделать не ясно пойдемте на обзорную площадку обзорная площадка представляет собой срез на башне отсюда видно реку на рову который кстати по середине разграничена нашей и эстонской территории но и конечно видно их крепость на ваших экранах пропускной пункт российской стороны по этому мосту переходим на эстонскую вот это уже эстония какие-то восстановительные работы все же ведутся нельзя сказать что полным ходом но тем не менее но убивает вот эти вот заросли состоянии